Вопрос к доктору Комсу из Салабанда. Ваше мнение, в случае, если у пациента множественные метастазы мозга, спинальными метастазами и даже менгиальными очагами после множественных линий лечения, какова роль или место краниоспинальной радиотерапии, и можете ли вы выявить такую категорию популяции, которая бы извлекла наибольшую пользу? Я бы ответила «да» и «нет» на такой вопрос. То есть это все зависит от состояния пациента. Мы делаем это время от времени. У нас есть пациенты, которые действительно извлекают пользу, приходят через 5 лет. И у нас есть пациенты, которые ухудшаются даже во время курса лечения. Очень индивидуальное решение. И опять-таки я хочу сказать, что здесь мы предпочитаем как раз иметь дело с молодыми пациентками с раком груди, и они извлекают пользу из такого подхода. Трудно определить популяцию пациентов. Вот вы ведь, с моей точки зрения, это индивидуальное решение. Но если пациент показывает хорошие результаты, почему не дать ему шанс? Гранулоспинальное профилактическое лечение – это то, против чего я выступаю. Потому что есть две проблемы. Мы иногда не знаем, насколько существуют ли метастазы в спинальном отделе, поэтому я против. С другой стороны, я считаю, что нормальное фракционирование не может остановить от метастатического процесса, особенно если мы говорим о меланоме, высоких дозах, о почечной карциноме и высоких дозах. Я думаю, что лучше радиохирургию использовать. У нас были пациенты с интермедулярными метастазами, и мы использовали радиохирургический подход. Я против крайнего спинального профилактической радиотерапии. У меня вопросы, конечно, всем. Но я хочу Ките задать вопрос. Когда вы говорите об облучении спинальных метастатических образований, первый вопрос – а сколько очагов вы будете рекомендовать подвергнуть облучению, а затем остановиться? Второй вопрос. А как вы будете советовать? То есть, с какого очага? Ну, я не говорю об очагах, которые находятся близко, так сказать, к компрессии, но вы начинаете с крупного очага или самого высокого очага. Это вопрос. Ну, хороший вопрос. Во-первых, мы до этого времени лечили два интермедулярных метастаза, и не больше на одном и том же пациентах. И затем мы используем дозу по отношению к малой опухоли и режим фракционирования крупному очагу, например, крупную дозу или гипофракционирование большой очаги одновременно. И также хирургия, конечно, очень важна. Если мы не говорим об интермедулярных или медулярных метастазах, это концепция сепарации хирургии. То есть, мы можем вынуть, мы можем сепарировать метастазы от медулярных, и затем мы можем уже радиацию использовать. Крупных опухолей мы должны использовать гипофракционирование. Например, это костная опухоль, тогда гипофракционирование. Вопрос заключается в том, когда остановиться. Я не знаю. Я не знаю, когда остановиться при множественных метастазах мозга. Вот здесь я бы с доктором тоже согласен. Согласен, когда мы говорим о множественных метастазах, а когда остановиться? Например, какое количество? Почему вообще мы обсуждаем 3 или 4 метастаза? Почему вообще мы обсуждаем? Каково научное основание, по которому мы говорим? Больше 4, больше 3 или меньше 4? А где научное основание? Никто не может сказать. Никто не может сказать, мы можем решить, три или больше, три или меньше. Почему? Почему две? Почему не пять? Это не научные аргументы. Но проблема, с моей точки зрения, заключается в том, и я в 2010 году на американском конгрессе говорил, это не количество, это объем, это общий объем метастазов. Мы можем рассматривать общий объем опухоли, которую мы хотим лечить, не в количественном отношении. И с моей точки зрения, когда я публикую меньше 5 сессий, если меньше 5 сессий глобального объема, больше 5 сессий, мы должны опулятивное лечение. Ну, вот так я бы ответила. Да. То есть мы действительно не знаем, раз, два, три, четыре, где точка отсечения. И нет научных оснований. Мы действительно должны поработать над этим аспектом. И в моем случае, да, я говорю, это индивидуальное лечение. Что касается объема, я согласна с вами. Но если у вас пациента с 15 очень маленькими очагами, 10 маленьких очагов, которые будут ниже объема, который вы упомянули, ну, я думаю, что чем больше образований у вас, тем больше вероятность того, что у вас будет мозгу... Вот именно, я не знаю, можем мы дискриминировать этот фактор в конце, или просто метод проб и ошибок, и мы будем использовать ВБРТ. Ну, может быть, мы никогда и не получим данных на этом поводу. Ну, да, я согласна. Не только объем важен. Спасибо. Джулиана, у меня вопрос к вам. В отношении человека, который заботится о рисках, занимается рисками в институте, какое образование должен такой человек иметь? Какое образование необходимо для обеспечения для этого человека, если он появится в вашем институте? И сколько времени потребуется на образование? Да, хороший вопрос. Конечно же. Это работает, на самом деле, не для клиницистов, ученых. Когда я смотрю на тех, кто работает в европейских институтах, это иногда физики, которые начинают заниматься этим вопросом, или это просто риск-менеджеры. Это группа людей, которые действительно существуют и работают в этой сфере, в сфере авиации. Если посмотреть на то, что происходило во Франции, они приняли изо-концепцию, которая не имеет ничего общего с риск-менеджментом, но они приняли, они стали заниматься клиническими аспектами, они транслировали эти данные, дали новые названия, использовали соответствующую технологию. Я думаю, что это должно рассматриваться как новое поле, новая сфера деятельности. Как я уже сказал, во многих странах очень многое было сделано, гораздо больше, чем мы даже ожидали. Поэтому это такой непрекращающийся процесс, может быть, он еще недостаточно видим и узнаваем. Но есть возможность возникновения новой группы людей, которых бы приглашали в клиники, и, безусловно, их работа должна быть оплачена, это увеличивает стоимость. Но это уже на пороге. Сколько мы знаем, что стереотоксическая лучевая терапия оказывает очень хороший эффект при небольших новообразованиях, то возникает мысль о том, что, может быть, у больных, которым мы оказываем палеотивное лечение, если это технически возможно, отойти от стандартных схем и уйти в гипофракционирование, где мы будем облучать отдельно первичный очаг, отдельно пораженные лимфоузлы, надеясь на то, что все, что между ними, будет как-то контролироваться с помощью химиотерапевтического лечения. Вопрос провокационный, ответ будет таким же. Если вы хотите этого дела, делайте, посмотрим, что этого получится. Потому что, конечно, каждый пациент, который поступает, а потом идет на лечение, должен пройти комитет. Это мы не можем принять, вы не можете взять пациента, я буду ему делать тереотаксию и так далее, потом будем давать химиотерапию или нет. Это, конечно, не обычный подход. Спасибо большое. Питер, для вас вопрос, который меня действительно беспокоит. Он касается, безусловно, не только это вашей презентации, но и выходит за рамки вашей презентации, когда мы говорим о пациентах с высоким риском. Вы облачаете региональные лимфоузлы. И второй вопрос, который также очень близок. Это пациенту, у которого же вовлечены единичные лимфоузлы, вы вот такой буст, бустовые дозы в добавлении к радиации или параортные лимфоузлы, вы тоже рекомендуете подвергать облачению. Да, я попытаюсь. Вообще, это сложные вопросы, хотя очень хорошие, но на них нельзя просто ответить. Профилактическая радиотерапия – это та сфера, где происходит много противоречий и дискуссий. В нашем центре, где есть политика, что при высокорисковой группе мы подбираем облучение первичных лимфоузлов фракции 2, 3, 1 и 3, ну, мы предпочитаем два Грея. Нет никаких рандомизированных клинических исследований, поэтому не получено никаких данных и свидетельств, недоказательной базой, которая бы показала, что такое лечение, профилактическое лечение транслировалось бы в увеличение выживаемости. Если посмотреть на рак груди, если онкологи будут рассматривать вопрос, и вот у нас группа пациенток с высокорискометастатическим заболеванием при раке другим, мы также включили облучение лимфоузлов, а если рак шеи, то та же самая политика. И много других таких же вопросов. Для ракопростаты, естественно, добавлять такую радиотерапию. Если посмотреть на позицию неврологов, во всех случаях они осуществляют даже экстенсивную, я сейчас сказала, стандартный подход, лимфоденоктомию, это профилактическое лечение. То есть есть некие доказательства с хирургической точки зрения, что такое лечение улучшает выживаемость, хотя нет доказательств уровня 1 там или сравнения, но есть сильные свидетельства с различных центров, что такое профилактическое лечение, хирургическое профилактическое лечение должно улучшать состояние. Также есть данные с радиотерапевтов, что это может улучшать лечение, но, опять-таки, как я уже говорила, у нас еще нет данных. Во время последней конференции в Сан-Антонио в 2015 году, там была презентация из Франции, не помню, это было все-таки 15 или 16 исследование. Это было очень такое большое исследование, которое было представлено и показало, что элективная профилактическая радиация лимфоузлов не транслируется в кривую общей выживаемости. Но профессор Макросс как раз эту презентацию сделал, он показал, что объем облучаемых лимфоузлов, который включен, надо сказать, это не только объем, а та же география, так сказать, локализация. Потому что, вот скажем, здесь, вот если мы в геморраке про стати, то там объем может быть больше. То есть крупные клинические исследования с длительным периодом наблюдения, они не могут еще ответить на вопросы, которые... О том, нужно ли облучать или не облучать лимфоузлы этой области. Сейчас проводится большое клиническое исследование в Америке, которое, возможно, в ближайшие несколько лет нам покажет, что здесь правильно, а что нет. Это важно помнить при облучении лимфоузлов в пельвической области. Второй вопрос для меня еще сложнее даже. Как я уже коротко говорил в своей презентации, если у вас есть один слитарный метастазирующий лимфоузел, вам возможно, конечно, при наличии возможности, повышать дозу. Очень важно в такой ситуации добавить андроген на депривальционную терапию, потому что это стандартное лечение, и вы можете к нему добавлять или не добавлять радиационную терапию. Если есть возможность это сделать, конечно, радиационная терапия, возможно, является оптимальным, лучшим добавлением к ней, но сейчас мы пытаемся даже использовать кибернож для облучения лимфоузлов, но до сих пор мы не собрали достаточное количество данных. Я даже не говорю о клинических испытаниях, а просто о перспективных данных из отдельных больниц о том, что такое лечение дает значительное улучшение состояния пациентов. Но, возможно, мы будем и в будущем облучать этих пациентов в соответствии с их статусом олигометастатического заболевания. Если у них есть одно метастатическое заболевание, возможно, нам нужно обеспечить радикальное его лечение, но в таких случаях важную роль играет визуализация. Возможно, нужно проделать PCT и другие подробные визуализации для того, чтобы определить область. Стефан, у меня есть вопросы к вам, но из-за ограничения по времени я задам его вам один на один. На языке задать вопрос Майя, но поскольку наши коллеги лишены возможности слушать перевод, можно я задам на английском языке? Майя, спасибо за вашу великолепную презентацию. И мой вопрос касается последних рекомендаций. В соответствии с ними есть верхний предел дозы. Первичный опухоль – это 66 гры. Как вы можете прокомментировать… И вы, кстати, сами сказали, что в рекомендациях указывается, что основным объяснением для этого является риск пневмонии. И связанность с этим ограничения. Как вы можете прокомментировать практику в голландских клиниках, где доза, назначаемая первичной опухоли, зависит от ожидаемого риска? У вас есть тоже опыт назначения более высоких доз при первичных опухолях в вашей больнице с хорошими результатами. Вы говорите о повышении дозы? Да, потому что, когда мы лечим пациента рационными методами, мы используем дозу и буст в опухоль до 76 греев. Но в данном случае я пересматривала ход лечения пациентов и могу сказать, что мы не лечим в данном случае полностью медоастеному, потому что мы получаем повышенную токсичность. То есть контроль опухоли – это был хороший, но местный контроль был не такой хорошим. Ага, то есть они не транслируются в общую выживаемость. Спасибо большое. И у меня также есть вопрос. Вы затронули очень интересную проблему лечения рака простательной железы в случае распространения олигоместатического заболевания. Есть ли у вас личный опыт лечения олигометастаза в случае для предстательной железы? И имели ли радиологическая терапия какое-то преимущество при лечении такого типа заболеваний? Да, эта тема очень актуальна и для радиохирургов, и для химиотерапии. И, кстати говоря, не только для рака простательной железы, но и для других солидных опухолей – рака груди, меланомы и так далее. В моей практике у меня были пациенты такого рода, но на тот момент, когда мы их лечили, я даже не думала об олигометастазах, олигометастатическом заболевании. По моему внутреннему ощущению, я думала, что, возможно, имеет смысл лечить единичное или частное метастатическое заболевание пациентов с одним или двумя метастазами для молодых пациентов в хорошем состоянии, но после долгого обсуждения с пациентом того, что это не является стандартным лечением. В таком случае, возможно, нужно пойти по палиативному пути, по андрогенной депривации, иммунизировать риски. Возможно, я могу вспомнить 15 порядка пациентов, которые продемонстрировали очень длительную выживаемость без прогрессии заболевания. Но у меня нет каких-то конкретных научных данных по анализу этой выборки. Возможно, в ближайшем будущем, это мое личное убеждение, и, возможно, я смогу убедить онкологов, радиологов, внедрить такую практику в Польшу и, может быть, даже за ее пределами. Вы имеете вот эту множественную... Да, возможно, в этом году или даже в начале следующего года, возможно, начать такое многочастное клиническое обследование. Другой важный вопрос, который хотелось бы затронуть, заключается в том, что в эту выборку можно включить большое количество пациентов, то есть их у нас в Польше достаточно. Спасибо. И второй вопрос. Какое ваше личное мнение о разнице между метастазов в лимфоузлах, стазе ТО-4 и костных метастазов? Обычно, мы говорим, в данном случае, к счастью, для рака бросательной железы основные метастазы распространяются в кости. У нас есть очень большие данные по аутопсиям, что у нас особенно часто распространяются микрометастазы в кости. И, например, у нас есть пациент с метастазами в мягких тканях, например, в лёгких или в печени. Прогноз для такого пациента гораздо хуже, чем у пациента, у которого есть один-два нескольких метастазов в костной ткани. Поэтому я думаю, что мы можем разделять пациентов с метастазами на пациентов с метастазами в мягких тканях и костях. А что касается метастазов в лимфоузлах, это, возможно, будет ещё одна группа. Спасибо большое.